Ядерный ракетный двигатель RD-0410. Смелая разработка без перспектив. В прошлом ведущие страны вели поиск принципиально новых решений в области двигателей для ракетно-космической техники. Наиболее смелые предложения касались создания так называемой ядерных ракетных двигателей, основой которых являлся реактор с делящимся веществом. В нашей стране работы в этом направлении дали реальный результат в виде опытного двигателя RD-0410. Тем не менее, этому изделию так и не удалось найти свое место в перспективных проектах и повлиять на развитие отечественной и мировой космонавтики. Предложения и проекты. Уже в 50-х годах, за несколько лет до запусков первого спутника и пилотируемого космического корабля, были определены перспективы развития ракетных двигателей на химическом топливе. Последнее позволяло получать весьма высокие характеристики, но рост параметров не мог быть бесконечным. В будущем двигатели должны были упереться в потолок своих возможностей. В связи с этим для дальнейшего развития ракетно-космических систем требовались принципиально новые решения, построенный, но не испытанный ярд типа RD-0410. В 1955 году академик МВ Келдыш выступил с инициативой о создании ракетного двигателя особой конструкции, в которой источником энергии выступал бы ядерный реактор. Проработку этой идеи поручили не один Министерство авиационной промышленности. Руководителем работ стал В.М. Иволев. В кратчайшие сроки специалисты проработали основные вопросы и предложили два варианта перспективного ярд с наилучшими характеристиками. Первый вариант двигателя, обозначенный как схема А, предлагал использование реактора с твердофазной активной зоной и твердых поверхностей теплообмена. Второй вариант, схема В, предусматривал применение реактора с газофазной активной зоной делящееся вещество должно было находиться в состоянии плазмы, а тепловая энергия передавалась рабочему телу посредством излучения. Специалисты сравнили две схемы и посчитали вариант та более удачным. В дальнейшем именно он прорабатывался активнее всего и даже дошел до полноценных испытаний. Параллельно с поиском оптимальных конструкций и арт шла проработка вопросов создания научной, производственной и испытательной базы. Так, в 1957 году В.М. Иволев предложил новую концепцию проведения испытаний и доводки. Все основные элементы конструкции должны были проходить проверку на разных стендах, и только после этого их можно было собирать в единую конструкцию. В случае со схемой я такой подход подразумевал создание натурных реакторов для проведения испытаний. В 1958 году появилось развернутое постановление Совмина, определявшее ход дальнейших работ. Ответственными за разработку ЯРД назначались М.В. Келдыш, И.В. Курчатов и С.П. Королев. В ней одном сформировали особый отдел во главе с В.М. и Явлевым, которому предстояло заниматься новым направлением. Также к работам привлекались несколько десятков научных и проектных организаций. Планировалось участие Министерства обороны. Определялся график выполнения работ и прочие нюансы обширной программы. Впоследствии все участники проекта активно взаимодействовали тем или иным образом. Кроме того, в 60-х годах дважды проводились конференции, посвященные исключительно тематике ЯРД и смежным вопросам. Испытательная база. В рамках программы разработки ЯРД предлагалось применить новый подход к испытаниям и отработке необходимых агрегатов. При этом специалисты столкнулись с серьезной проблемой. Проверка некоторых изделий должна была осуществляться в условиях ядерного реактора, но проведение таких мероприятий было крайне сложным или даже невозможным. Испытаниям могли помешать затруднения экономического, организационного или экологического характера. Схема тепловыделяющей сборки для ИРСТА. В связи с этим были разработаны новые методики испытаний изделий без применения ядерных реакторов. Подобные проверки разделялись на три этапа. Первый предусматривал исследование процессов в реакторе на моделях. Затем узлы реактора или двигателя должны были проходить механические и гидравлические холодные испытания. Только после этого узлы следовало проверять в высокотемпературных условиях. Отдельно отработав все компоненты ЯРТ на стендах, можно было приступать к сборке полноценного опытного реактора или двигателя. Для проведения трехэтапных испытаний узлов силами нескольких предприятий разработали и построили различные стенды. Особый интерес представляет техника для высокотемпературных испытаний. При ее разработке пришлось создавать новые технологии нагрева газов. С 1959 по 1972 года не один разработал целый ряд плазматронов высокой мощности, обеспечивавших нагрев газов до 3000 К и позволявших проводить высокотемпературных испытаний. Специально для отработки схемы пришлось разрабатывать еще более сложные устройства. Для таких задач требовался плазматрон с выходным давлением в сотни атмосферы температурой 10-15 тысяч град. К концу 60-х годов появилась технология нагрева газа на основе его взаимодействия с пучками электронов, позволившая получить требуемые характеристики. Постановление Совмина предусматривало строительство нового объекта на Семипалатинском полигоне. Там следовало построить испытательный стенд и опытный реактор для дальнейшего тестирования тепловыделяющих сборок и других компонентов ЯРТ. Все основные сооружения были построены к 1961 году, и тогда же состоялся первый пуск реактора. Затем полигонное оснащение несколько раз дорабатывалось и совершенствовалось. Для размещения реактора и персонала предназначались несколько подземных бункеров с необходимой защитой. По сути, проект перспективного ЯРТ был одним из самых смелых начинаний своего времени, и потому привел к разработке и строительству массы уникальных устройств и приборов испытательного назначения. Все эти стенды позволили провести массу экспериментов и собрать большой объем данных разного рода, пригодных для развития различных проектов. Схема А Еще в конце 50-х наиболее удачной и перспективной посчитали вариант двигателя типа А. Эта концепция предлагала строительство ЯРТ на основе реактора с теплообменниками, отвечающими за нагрев газообразного рабочего тела. Выброс последнего через сопло должен был создавать требуемую тягу. При всей простоте концепции, реализация таких идей была связана с рядом сложностей. Макет ТВС для реактора ИР-100 Прежде всего, проявилась проблема выбора материалов для строительства активной зоны. Конструкция реактора должна была выдерживать высокие тепловые нагрузки и сохранять требуемую прочность. Кроме того, она должна была пропускать тепловые нейтроны, но при этом не терять характеристики из-за ионизирующего излучения. Также ожидалось неравномерное тепловыделение в активной зоне, что предъявляло новые требования к ее конструкции. Для поиска решений и отработки конструкции в ней одном организовали специальную мастерскую, которой предстояло делать модельно-тепловыделяющие сборки и другие компоненты активной зоны. На этом этапе работы были проверены различные металлы и сплавы, а также иные материалы. Для изготовления ТВС могли применяться вольфрам, молебден, графит, высокотемпературные карбиды и т.д. Также осуществлялся поиск защитных покрытий, предотвращающих разрушение конструкции. В ходе экспериментов были найдены оптимальные материалы для изготовления отдельных компонентов ЯРД. Кроме того, удалось подтвердить принципиальную возможность получения удельного импульса порядка 850-900С. Это давало перспективному двигателю высочайшие характеристики и существенное преимущество перед системами на химическом топливе. Активная зона реактора представляла собой цилиндр длиной около 1 метра и диаметром 50 мм. При этом предусматривалось создание 26 вариантов ТВС с теми или иными особенностями. По итогам последующих испытаний выбрали наиболее удачные и эффективные. Найденная конструкция ТВС предусматривала применение двух топливных композиций. Первая представляла собой смесь урана-235-90% с небиом или карбидом циркония. Такая смесь формовалась в виде четырехлучевого витого стержня длиной 100 мм и диаметром 2,2 мм. Вторая композиция состояла из урана и графита. Она выполнялась в виде шестигранных призм длиной 100-200 мм с 1 мм внутренним каналом, имевшим облицовку. Стержни и призмы помещались в герметичном теплостойком металлическом корпусе. Испытания сборок и элементов на Семипалатинском полигоне начались в 1962 году. За два года работе состоялся 41 пуск реактора. Прежде всего, удалось найти наиболее эффективный вариант содержимого активной зоны. Также были подтверждены все основные решения и характеристики. В частности, все узлы реактора справились с тепловыми и радиационными нагрузками. Таким образом, было установлено, что разработанный реактор способен решать свою основную задачу нагревать газообразный водород до 3000-3000 стака при заданном расходе. Все это позволяло приступать к разработке полноценного ядерного ракетного двигателя. 11Б-91 на Байкале В начале 60-х стартовали работы по созданию полноценного яд на основе имеющихся изделий и наработок. В первую очередь в ней одном изучили возможность создания целого семейства ракетных двигателей с разными параметрами, пригодного для использования в разных проектах ракетной техники. Из этого семейства первым решили проектировать и строить двигатель малой тяги 36КН. Такое изделие в дальнейшем можно было бы использовать в перспективном разгонном блоке, пригодном для отправки космических аппаратов к другим небесным телам. Реактор Иргит во время сборки Б-91 и начать полноценное техническое проектирование. Параллельно создавался стендовый комплекс Байкал для проведения будущих испытаний на полигоне. Новый двигатель предлагалось испытывать в подземном сооружении с полным набором защиты. Предусматривались средства сбора и отстаивания газообразного рабочего тела. Во избежание выбросов радиации газ должен был выдерживаться в газгольдерах, и только после этого его можно было стравливать в атмосферу. В связи с особой сложностью работ комплекс Байкал строился около 15 лет. Последние его объекты достраивались уже после начала испытаний на первых. В 1977 году на комплексе Байкал ввели в эксплуатацию второе рабочее место для опытных установок, оснащенное средствами подачи рабочего тела в виде водорода. 17 сентября выполнили физический пуск изделия 11Б-91. 27 марта 1978 год состоялся энергетический пуск. 3 июля и 11 августа провели два огневых испытания с полноценной работой изделия в качестве ЯРД. В этих тестах реактор постепенно выводился на мощность 24, 33 и 42 МВт. Водород удалось нагреть до 2630 К. В начале 80-х годов состоялись испытания двух других опытных образцов. Они показывали мощность до 62-63 МВт и нагревали газ до 2500 К. Проект РД-0410. На рубеже 70-х и 80-х годов речь шла о создании полноценного ЯРД, полностью пригодного для установки на ракеты или разгонные блоки. Был сформирован окончательный облик такого изделия, а испытания на Семипалатинском полигоне подтвердили все основные расчетные характеристики. Готовый двигатель РД-0410 заметным образом отличался от существующих изделий. Его отличали состав агрегатов, компоновка и даже внешний вид, обусловленный иными принципами работы. Фактически РД-0410 разделялся на несколько основных блоков – реактор, средства подачи рабочего тела и теплообменники с АПОЛы. Компактный реактор занимал центральное положение, а рядом с ним помещались остальные устройства. Также ЯРД нуждался в отдельном баке для жидкого водорода. Общая высота изделия РД-0410-11B91 достигала 3,5 метра. Максимальный диаметр 1,6 метра. Масса с учетом радиационной защиты 2Т. Расчетная тяга двигателя в пустоте достигала 35,2 КН или 3,59 ТС. Удельный импульс в пустоте 910 КГСС-КГ или 8927 метров слэш-С. Двигатель можно было включить 10 раз. Ресурс 1Ч. Путем тех или иных доработок в дальнейшем можно было повысить характеристики дотребуемого уровня. Известно, что нагретое рабочее тело такого ЯРД имело ограниченную радиоактивность. Тем не менее, после испытаний его отстаивали, а район нахождения стенда приходилось закрывать на сутки. Применение подобного двигателя в атмосфере Земли считалось небезопасным. В то же время, его можно было использовать в составе разгонных блоков, начинающих работу за пределами атмосферы. После использования такие блоки следовало отправлять на орбиту захоронение. Еще в 60-х годах появилась идея создания энергоустановки на базе ЯРД. Разогретое рабочее тело можно было подавать на турбину, соединенную с генератором. Такие энергоустановки представляли интерес для дальнейшего развития космонавтики, поскольку позволяли избавиться от существующих проблем и ограничений в сфере выработки электричества для бортовой аппаратуры. В 80-х годах идея энергоустановки дошла до стадии проектирования. Прорабатывался проект такого изделия на основе двигателя RD-0410. Один из опытных реакторов ИР-100, ИРГИД задействовали в опытах на эту тему, в ходе которых он обеспечил работу генератора мощностью 200 кВт. Новая обстановка. Основные теоретические и практические работы по тематике советского ЯРД с твердофазной активной зоной завершились к середине 80-х годов. Промышленность могла начинать разработку разгонного блока или иной ракетно-космической техники под существующий двигатель RD-0410. Однако подобные работы так и не удалось начать вовремя, а вскоре их старт стал невозможным. В это время у космической отрасли уже не хватало ресурсов для своевременной реализации всех планов и задумок. Кроме того, вскоре началась печально известная перестройка, поставившая крест на массе предложений и наработок. По репутации ядерных технологий серьезно ударила Чернобыльская авария. Наконец, в тот период не обошлось без проблем политического характера. В 1988 году все работы по теме ЯРД-11Б-91, RD-0410 были остановлены. По разным данным, как минимум, до начала 2000-х годов некоторые объекты комплекса Байкал все еще оставались на Семипалатинском полигоне. Мало того, на одном из так называемых рабочих мест по-прежнему находился опытный реактор. КПХ успела изготовить полноценный двигатель RD-0410. Пригодный для установки на будущее разгонный блок. Впрочем, техника для его использования так и осталась в планах. После RD-0410. Наработки по теме ЯРД нашли применение в новом проекте. В 1992 году ряд российских предприятий совместными усилиями разработал двухрежимный двигатель с твердофазной активной зоной и рабочим телом в виде водорода. В режиме ракетного двигателя такое изделие должно развивать тягу 70 кн с удельным импульсом 920С, а энергетический режим обеспечивает 25 кВт электрической мощности. Такой ЯРД предлагался для использования в проектах межпланетных космических аппаратов. К сожалению, в то время обстановка не располагала к созданию новой смелой ракетно-космической техники, и потому второй вариант ядерного ракетного двигателя остался на бумаге. Насколько известно, отечественные предприятия по-прежнему проявляют определенный интерес к тематике ЯРД, но реализация таких проектов пока не представляется возможной или целесообразной. Тем не менее, нельзя не отметить, что в рамках предыдущих проектов советские и российские ученые и инженеры смогли накопить значительный объем информации и получить важнейший опыт. Это означает, что при появлении потребностей и соответствующего заказа в нашей стране может быть создан новый ЯРД по типу испытывавшегося в прошлом. По материалам. Акимов В.Н. Каратеев А.С. Гафаров А.И.Д.Р. Исследовательский центр имени М.В. Келдыша. 1933-2003 годы, 70 лет на передовых рубежах ракетно-космической техники. М. Машиностроение. 2003.